Дмитрий Авербах Здравствуйте Давайте сразу для зрителей проясним, что такое российская телерадиовещательная сеть, радиотелепередающего центра Чувашской Республики Российская телерадиовещательная сеть – это федеральное государственное инвентарное предприятие, которое объединяет в себя все радиотелепередающие центры, которые существуют во всех регионах России Существуют и существовали раньше, радиотелепередающие центры возникли порядка 50 лет назад, где-то раньше, где-то позже И существовали как отдельные предприятия Я так понимаю, это вот вышки, такие вот большие башни в Цивильске у нас в Чувашии стоят, на Николаево Всем известная городская башня наша красавица и башня в Цивильске, мачта вернее в Цивильске, самое высокое сооружение в Чувашской Республике И еще ряд, ну, более мелких, скажем так, объектов, которые по всей территории Республики Помощи них жители Чувашии могут смотреть телевидение Совершенно верно Слушать радио Эфирное телевидение и радио, да Что такое РТРС? Почему РТПЦ стала российской телерадиовещательной сетью? В 2001 году указом президента России была создана российская телерадиовещательная сеть Это предприятие, в это предприятие, как я уже говорил, влились все радио-телевизионные передающие центры Тем самым было создано впервые такое общее предприятие, занимающееся на территории всей Российской Федерации вопросами эфирного телерадиовещания Ну, вот смотрите, была РТПЦ, стала РТРС, да Изменилось название, что еще изменилось? Технологии, какие-то подходы к работе? По сути, задачи остались те же Мы продолжаем заниматься доставкой сигнала Занимаемся, как и раньше, модернизацией сети, поддержанием ее в работающем состоянии Безаварийное обещание И, ну, мы получили, скажем так, в результате всего этого единый направляющий, координирующий центр в Москве И стали возможны реализация серьезных проектов, в том числе проекта по строительству и развитию цифрового эфирного телерадиовещания То есть мы стали единым мощным предприятием Ну, надо честно признать, что, допустим, в больших городах Чувашской республики Там сигнал, телевизионный сигнал доходил Там один-два канала какое-то время Потом расширился диапазон, да, для просмотра телезрителей Но в некоторых деревнях люди не могли смотреть, да Не то, что там 10, один-два, и то редко приходили к каналу, да Я не знаю, беда или вина ваша, не будем сейчас это обсуждать, да Сейчас, каким образом ваша работа построена, чтобы, ну, какая-то дискриминация, какое-то неравенство было убрано по отношению к другим жителям Чувашской республики Кто бы хотел смотреть, но не получается Ну, эта ситуация не только характерна для нашей республики Для всей, опять же, Российской Федерации это было характерно Были регионы, ну, не регионы, а районы, где вещания вообще не было Вот, и в результате в 2008 году была запущена федеральная целевая программа развития телерадиовещания в Российской Федерации Рассчитанная до 2018 года Которая как раз и была призвана устранить вот эти все проблемы Гарантировать всем жителям Российской Федерации одинаковые минимальные условия для получения информации То есть 20 на сегодняшний день эфирных каналов в очень хорошем цифровом качестве Два мультиплекса по 10 каналов По завершении 2018 года будут доступны практически всему населению То есть до 2018 года Да, в том числе в Чувашской Федерации до 2018 года ведется эта работа Сколько сейчас доступны, какой процент жителей республики могут смотреть качественное телевидение цифровое? На сегодняшний день по нашим расчетам порядка 83% Охват составляет вещание первого мультиплекса 10 каналов первого мультиплекса И около 50% населения могут получать сигналы второго мультиплекса Где нужно еще поработать? В каких районах может республики? И от кого это зависит? Ну, строительство продолжается И в принципе нельзя выделить какие-то районы, где больше, где меньше Но строительство идет И по завершении этого строительства 99% населения будет охвачено этим цифровым вещанием То есть я вот так понимаю, чтобы обычным зрителям объяснить Мы включаем обычный телевизор, у которого нет IPTV, у которого нет приставок цифровых И вот 20 каналов они могут смотреть в хорошем цифровом качестве Или чуть больше там будет? В хорошем цифровом качестве Более того, эти 20 каналов, они совершенно бесплатны для зрителей И это тот самый гарантированный минимум, который обеспечивается для получения информации жителями республики То есть вы до 2018 года работаете над тем, чтобы обеспечить практически все население Чувашской республики Вот этими 20 каналами, которые входят в так называемый первый мультиплекс и второй мультиплекс Дальше что будет? Перспективы ваши? Куда вы стремитесь? Ну, то, что будет дальше, сложно сказать Потому что вопросы развития дальнейшего, они регулируются на уровне правительства Российской Федерации На сегодняшний день вопрос 3-го, 4-го и последующих мультиплексов, он остается открытым Я думаю, наверное, где-то в ближайшее время должны какие-то новости в этой области узнать Что будет в ближайшее время? Технологии же не стоят на месте Что постоянно все меняется, каждый день что-то новенькое появляется Если говорить о вещании эфирном, то следующим этапом будет повышение качества этого вещания То есть уже HD телевидение, то есть телевидение высокой четкости Улучшение качества картинки Ну, вот телевидение будет развиваться вот в этом направлении Повышение качества и разнообразия Дмитрий Валерьевич, я так понимаю, что вашему, вашей организации, вашему предприятию в этом году 15 лет Да, РТРС отмечает в этом году 15-летие 13 августа исполнилось ровно 15 лет Но вы, я так понимаю, одним днем не ограничиваете, если у вас есть какая-то акция, какие-то задумки Приурочена к этому дню у нас акция 15 добрых дел к 15-летию РТРС Мы бесплатно раздаем и подключаем, настраиваем цифровое телевидение В 15 социальных объектах Это больницы, социальные центры То есть там, где, во-первых, достаточно большое количество людей Через которые проходят И они нуждаются, наверное, в первую очередь в каких-то вот таких вещах передовых Которые сами, наверное, не смогут это сделать, да? Которые, да, и сложно самим сделать И мы поможем это сделать раньше Быстрее Дойдут технологии Ну, наверное, замечательно, что вот вы думаете не только о том, чтобы как бы реализовать федеральную программу Да, там, поработать по своим документам от точки до точки Но все-таки пытаетесь как-то думать о тех людях, которым нужна помощь в данный момент Совершенно верно Еще один аспект есть в нашей деятельности 18-й год, это год, когда начнется отключаться старая аналоговая телевидение Вот, поэтому одна из наших задач это подготовить население к такому переходу Это достаточно серьезный очень вопрос И люди должны знать, люди должны быть готовы И одна из целей этой акции также и информирование людей о том, что происходит Что из себя представляет цифровое телевидение Чем больше людей это увидит, тем, скажем так, быстрее узнают их знакомые, родные, близкие Спасибо большое, Дмитрий Валерьевич Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы А я напомню, что сегодня у нас в гостях был директор филиала российской телерадиовещательной сети РТПЦ Чувашской Республики Дмитрий Вербах До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова